Шалом, православные! Витаю, католики! Солнце у хату, дорогие соотечественники! Гутен Морген, Следственный комитет Республики Беларусь. Но про вас чуть позже. Начинаем, как всегда, с новостей на границе. Обстановка, что часть туристов ушла согреваться на склад, тем не менее продолжает быть напряженной. Польская сторона сообщила, что за вчера у них есть 9 пострадавших. Более того, у одного из польских военных проломлен череп. И Польша уже возбуждает по этому поводу уголовное дело. Мы не знаем, как уголовное дело может способствовать получению статуса беженца. Как бы это взаимоисключающие истории. Но, возможно, белорусские пограничники рассказали этим туристам другие истории. Важно! Польский погранкомитет пеленгует все телефоны, находящиеся в приграничной зоне, и рассылает следующие СМС. Польская граница закрыта, белорусские силовики лгут вам. Возвращайтесь назад в Минск, не принимайте никаких таблеток от белорусских солдат. То есть, понимаете, да, они продолжают давать им таблетки. Скорее всего, конечно, это какой-то озверин. Я бы вообще на месте этих туристов, я бы не принимала ничего из рук пограничников. Потому что все, что они им могут дать, я имею в виду и воду, да, и какую-то еду, в принципе, туда же можно подмешать все, что угодно. А потом сказать, что это поляки с помощью специально обученных синичек, откормленных на территории Украины, а вы помните наше видео про синичек, специально посылали их, чтобы они хитрым способом добавляли яд в еду и воду мигрантам. Мы же не знаем, что они, до какого маразма они опустятся. ДНАТа нет. С этих станется. Надо бы еще такую СМС-ку на арабском сделать и разослать во все телефоны, которые находятся в приграничной зоне. Надо подсказать полякам. У вас же есть с ними связь? Вы же польская фальшивка. Кстати, о дне которого нет, и мы им веду не день, а дно. Польская прокуратура возбудила уголовное дело. И сразу же на границу прибыл Следственный комитет Явадькостана. В лучших традициях это не мы фашисты, это вы фашисты. Разбираться с геноцидом сразу нескольких народов польской стороной. Запасаемся попкорном, граждане. У нас впереди еще очень много интересного. Как и было обещано, кстати. Будет очень интересно. Ожидаем запроса от шведа на выдачу президента Дуды. Ну и какого-нибудь еще литовского президента. Ну они же это уже делали, они же бывшего потребовали. Ждем на действующего. Южики плакали, кололись, но продолжали позорить себя и всю Беларусь. Продолжаем про Меркель. Если вчера мы уже достаточно доходчиво объяснили, что, собственно говоря, происходит, что произошло и почему на это не стоит обращать внимание, то сегодня мы специально в телеграм-канале «Хватит бояться». Не просто рассказали вам еще раз, что об этом пишут ведущие немецкие медиа, но и дали полный перевод немецкого издания «Билд», которое написало о том, как немецкие европейские политики отреагировали на звонок, который сделала Ангела Меркель. Там еще был очень хороший комментарий, правда, это было не в статье. Сейчас подождите, я найду. Это прям песня. Ну где есть ты, господи? Сейчас, секундочку. До елки. Дело в том, что террористам должен был звонить не канцлер, и даже не ИО-канцлера, и даже не министр внутренних дел или еще там каких-то ведомств. В принципе, достаточно уровня комиссара полиции. И если подумать, не немецкой, а польской. Подлязской. Зачем подниматься левелап там, где только левел даун? И даун, и даун, и даун на дауне сидит, и даун им погоняет. Случилось то, что я замышляла полтора года. Это было непросто, но на моем канале случился фит доброго тролля и канала «Простыми словами». Смотрите, уже скоро обращение к Ангеле Меркель. От лучших людей Беларуси. Из прикольного, как говорится, уже точно, немцы приостановили сертификацию Северного потока-2. Пока-пока, Вова Путин. Доигрался. И боже мой, Гомель нефтетранс на трое суток ограничил прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Официальное заявление было что-то типа того, что ремонтные работы. Пока на трое суток. Шантаж продолжается. Упоро ты сказал, упоро ты сделал. Смотрите, получается как. Дружба дружбой, а нефтепровод дружба в розе. Если так пойдет дальше, то уже скоро Путин будет звонить Меркель и просить что-то сделать с этим полоумным дедом, бо сам не справляется. Что ему ответит Меркель? Мы знаем. Разговаривайте напрямую с упортом. Я на него влияния не имею. Что-то я себе позволяю с их европейским политикам. А че это Мартынова такая борзая? А она сегодня с утра зверина тоже хапнула. После вчерашнего эфира на лайве с этими огрызками Кремля, которые до сих пор пытаются лезть в украинскую политику. Мама дорогая. Штаты уничтожили. Сначала Ливию, потом Ирак. О, типичный старый мир. Штаты все уничтожили. Да-да-да, это самое. Афганистан, а потом смело бросили афганский народ под столево. А можно вас спросить, зачем они это сделали? Это те минусы молодой демократии, о которых я периодически говорю. Что-то иногда... Я сама себе напоминаю одну птичку. Как я про себя могу сказать? Мартынова опять накаркала. Хотя да, Мартынова опять накаркала. Только вчера, когда мы давали инсайдерскую информацию по поводу боеспособности белорусской армии от фрау Марты и Таршеров, мы упомянули, что еще неизвестно, впишется ли друг Вова по договору ДКБ. И давайте мы спросим у Армении, как за нее вписывается друг Вова. И вот, пожалуйста, новости сегодня. Армения сообщила, что на нее напал Азербайджан и собирается просить Россию защитить ее территорию согласно двустороннему договору от 1997 года. Ереван призывает РФ, УДКБ и страны-участницы, а Беларусь тоже страна-участница, Минской группы принять активные меры по выводу азербайджанских войск с территории Армении. По данным Министерства обороны Армении, на границе идут бои, есть раненые и погибшие. Еще одна горячая точка. Куда могут отправить ваших сыновей? А вы понимаете вообще, между какими сторонами этот конфликт? Маленькая Армения и Азербайджан, за которым стоит Турция, страна-член НАТО. Белорусский солдат, хватай ружье, беги сдаваться. А лучше беги во дворец независимости и отдавай уже старого деда в Гаагу. Вот ей-богу. Пока вы там сидите и сиськи мнете, действительно развалит все, что можно. Камня на камне не останет. И в войну нас птянет. Никогда аж такого не было. И вот опять. Первый энергоблок БелАЭС отключен автоматикой от сети. Шо вы там в островце, б***ь, построили за 7 миллиардов? Шо оно не работает? Чуть-чуть поработает, и опять не работает. Это что за такое «Жигули» задорого? По цене «Мерседеса». Нового. Элитного. Крывые руки, граждане. Сколько раз я вам говорила. Там сама станция, она умнее людей. А посадили туда, как обычно, и понабирали по объявлениям. Поэтому ломается. И просто техника. Такая говорит, нет, все, подождите. Вот этого пока не уберете, я больше работать не буду. И тумблером сама себе шчолк. Не успели кремлеботы и ебатьки. В комментариях, особенно в шортсе они любят прибегать, рассказать друг другу о стабильности ебатькастана и энергетической системы, как оно опять раз и ляснуло. Ой, граждане, в хорошее время говорить, в плохое молчать. Народная мудрость. И еще немного о стабильности в ебатькастане. Ну и, конечно же, о победах дипломатической работы Синепалова. ЕС не даст конвертировать 923 миллиона, выделенные Минску МВФ. Это заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в своем письме. Помните, да, он два раза с Макеем уже разговаривал. И шо? И не шо? Боже мой, зря кричали. Видите, он сам все сделал. Основанием для блокировки выступает тот факт, что это будет являться нарушением установленного запрета на оказание инвестиционных услуг режиму в Беларуси. Регламентировано санкции ЕС, которые не работают за санкции. Еще Сирич потеряла сразу миллиард ЗВР А ведь ЗВР с учетом этого ярда было бы несколько более 4 миллиардов. Потому что оставшиеся 3 они так себе ликвидны. Почему это хорошая новость? Перевожу с эльфийского. Во-первых, смотрите, сейчас в этом направлении мы услышим голоса не только в Евросоюзе, но я уверена и в Америке, и у всех ее партнеров. А это не только Канада и Великобритания. Это еще и часть Ближнего Востока. Не будут они терять свои триллионы ради миллиарда для лу... И второе. В который раз, прошу вас, граждане, не паникуйте, не слушайте то, что говорят или криво переводят вам. Смотрите на дела. Смотрите, что происходит, какие принимаются решения. И только это будет давать вам точное понимание, кто и на чьей стороне играет. Сегодня вышел прекрасный материал на канале Наши Гроши, аналитический материал по той ситуации, которая сегодня происходит и связана в том числе с перекрытием транзита. Почитайте. Ну, а для тех, кто хочет просто перевод с эльфийского и довольствуется им, объясняю. Почему еще Беларусь более или менее держится на плаву? Ну, потому что есть транзит и IT-услуги. А теперь смотрите. Если будет капец транзиту, а айтишникам тоже в какой-то момент придется капец, потому что очень сложно себе представить, что какой-нибудь условный варгейминг по приказу Сенепалова перестанет продавать свои услуги по всему миру, а, например, только в Ростов. Ну и, собственно говоря, все. Наши Груши написали, что это выстрел в обе ноги. Не, это выстрел в голову. Причем из крупнокалиберного орудия. То, что придет п***ть Сенепалому, да и хрен бы с ним не. Проблема в том, что белорусом будет. Тоже. И очень бы было хорошо, чтобы один отделился от другого. Иначе Сенепалы в свой утащат всех вас. Вчера в очередной раз, пообщавшись на украинском канале, на политическом ток-шоу с огрызками Кремля в Украине, знаете, я пришла к какому выводу? Все-таки железный занавес, он не на границах, а железный занавес, он в головах. В тех тоскующих по СССРе и головах, которые до сих пор обвиняют Америку во всех грехах. И вот эта битва сверхдержав, да, и вот это вот все, которое хочет уничтожить Россию. Для меня вообще загадка, почему до сих пор русские, сидя в говне, продолжая жить в сараях, гордятся своей великой страной, я сейчас про СССР, в которой даже зарплата министра была меньше, чем в Велфер в Америке. Для тех, кого забанили в Гугле, Велфер, это пособие по безработице. Но, как говорится, своей мозгой не вставишь. Но я пытаюсь, потому что мы же должны победить, а для того, чтобы нам победить, надо думать, граждане, это не больно. Живи, Беларусь! Продолжение следует...